Итак, здравствуйте, дорогие гости. Как так сказать, гости столицы. У нас сегодня такой тоже присутствует. Потому что ко мне сегодня приехала мама из Орла. Мама, тебе большое аплодисменты. Если бы не ты, то сегодня состоялась. Значит, у нас сегодня концерт состоит из двух частей. Значит, первая часть — это презентация диска. Я сейчас немножко о нем расскажу. Вот такой вот у нас замечательный диск вышел на лейбле Artbeat. Буквально совсем недавно. Это наш диск проекта Arfa & Jazz. Этот проект уже существует два года. И за эти два года очень многое что произошло. Мы успели и в Сицилию съездить, сыграть тур по Сицилии, по сицилийским городам. Вот это, кстати, фотографии. Мы обязаны замечательному фотографу Лоренцо Гиганто. Он живет в городе Трапани, остров Сицилия. А фотография сделана с концерта в библиотеке города Пачека. И вот арпа, которая здесь есть, это арпа сицилийская из консерватории Трапани. У нее был потрясающий звук. Она вдохновила нас на очень много интересных импровизаций. Поэтому вот эта таблошка, это фотография, собственно, с концерта. То есть это нестудийная фотография. Это действительно в той динамике, в той энергии, которую мы играем. Она очень подчеркивает то, что происходит в нашей музыке. И вот, собственно, меня уговорил продюсер лейбла от бит Николай Богаичук. Его, к сожалению, сегодня нет, но он потом будет присутствовать. У нас еще будет 20 мая презентация в культурном центре ДОО. Кто не успел, он может подойти. И он мне сказал, что действительно вот эта фотография нужна на обложку, потому что она подчеркивает вашу энергию, вашу музыку. Я вам скажу еще немножко о составе. Первая часть диска была записана в киностудии Мосфильм. Мы записали 5 композиции. Еще у нас Илья Бережников играл на таком замечательном африканском стименте, как Джамбей. Но он сегодня, к сожалению, не смог приехать. Он тоже родом из Орла. Затем у нас был спешл гест. Это Анна Чекасина, скрипка, вокал. Ее сегодня, к сожалению, тоже нет. У нее гастроли. Получилось так, что мы записали диск за один день. Нам уже было срочно уезжать в Сицилию. Мы сделали такую пробую версию, очень интересную. Потом мы вернулись в Сицилию и решили дописать. Мы сделали три бонус-трека в культурном центре Дома, где будет, кстати, 20 мая наша вторая презентация. Три бонус-трека, куда вошел наш второй спешл гест, это Евгения Степанова, замечательный басист и он чилист. Он сегодня будет как раз с нами играть в концерт. Кому понравится наша музыка, кто захочет приобрести диск, пожалуйста, вот у нас здесь девушка Дарья. У нее все есть. За автографом можно после концерта. Все, так сказать, в пределах живой очереди. Ну и, конечно же, так, стоп, сейчас я посмотрю во имя, потому что я родился в 2045, мне мама сказала. О, я уже родился, да, можно поправить. Вот, собственно, инструмент арфа, который всегда меня вдохновлял. Ну, как всегда. В 19 лет я приехал в Москву поступать в Государственную флотическую академию. И первое, что я увидел, входя в кабинет декана, это арфу. И я получил культурный шок, потому что я арф увидел только в оркестровой яме, где-то по телевизору, в каких-то операх. То есть, как бы я не воспринимал этот инструмент как что-то очень мощное и сильное для себя. Но, когда я увидел вот так вот вживую, я просто влюбился сразу в этот инструмент и долго не понимал, что происходит в моей душе, когда я просто даже вижу эти струны, эти колонны. Это просто верх изящества. Причем инструменты тоже очень старинные струны. И к нам он дошел практически в том виде, в котором он существовал. А уже спустя каких-то всего 9 лет я познакомился с замечательной артисткой Мариной Кулаковой. Мы вместе преподаем в детской музыкальной школе Паритова Иванова. Сегодня очень, кстати, много присутствуют мои коллеги-педагоги из этой школы. И я хочу поприветствовать директора школы, Польгу Челезову. Спасибо. Вы тоже приложили руку к этому безобразию творческому. И мы познакомились и начали пробовать что-то играть. У нас, конечно же, первое не получалось, потому что арпа в джазе – это настолько редкий инструмент, который мало кому удавалось полноценно использовать в этой музыке. Но я не сдавался. Прошло каких-то полтора года всего лишь, и мы уже начали писать диск. И спустя уже два года мы записали диск. Мы этому очень рады. Так что я приглашаю на эту сцену Марию Кулакову. Считайте, что она уже вошла в историю, потому что у нас арпа в джазе. В Европе, в Америке джазовая арпа вообще как инструмент присутствует. Ее преподают, очень много исполнителей. То есть есть целые арховые джазовые школы, представляете? У нас в России этого нет. У нас нет архового джазовой школы, поэтому Маша, благодаря своему гениальному таланту, осваивала джаз, вгрызалась в него и все-таки освоила. И я надеюсь, освоит еще больше. Давайте поплатим. Сыграем мы сейчас заглавную композицию с нашего диска. Здесь на английском перевод. Давай я по-русски скажу. Это называется «Утро, пришедшее осенью». Можно аплодировать, не стесняйтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКО compuls СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯuly СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжая восточную тематику, скажу, что композиция «Сон Мария», которая есть в бонус-треках на Тинске, там совершенно свежие произведения. Я очень долго пытался понять, как мне написать для Дудука и арфы произведение, и очень долго мучился, мучился, и ничего не получалось. Но в какой-то момент вдруг произошло озарение, и я вдруг понял, потому что есть произведение для Дудука и электроарфы, есть произведение для Дудука и кейсской арфы. Для Дудука и акустической арфы в произведение я не слышал ни одного написанного, но мне всегда нравилось именно акустическое. Кстати, арфа, она акустическая, настоящая оркестровая акустическая арфа, самый настоящий, как говорят, натуральный звук. И мне всегда хотелось это сочетание найти Дудука и арфы, и все-таки удалось. И вот композиция, которая была написана в январе, это самое последнее, самое свежее произведение, которое было для арфы написано. И так он называется «Сон Марии». «Сон Марии». Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. 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 Ну вот наше первое отделение подходит к концу. Ну, не стоит расстраиваться, вот еще второе отделение. Второе отделение такое достаточно интересное, потому что сегодня здесь в гостях, в этом клубе присутствует много моих друзей-музыкантов, которые пришли меня поздравить. Поздравить не только подарками, но и музыкальными подарками. Вот, поэтому будет очень много интересной музыки, разнообразный, не всегда джазовый, а в то же время очень хороший. Спасибо. Это предпоследняя композиция. Потом будет последняя композиция, потом будет перерыв, минут 15-20, чтобы я смог произнести пару тостов и выпить за здоровье мамы прежде всего. Мама. Затем можно выпить за мое здоровье. Так и если вы не против. И во втором отделении начнутся поздравления друзей. Сейчас мы сыграем композицию, которая была написана мной к спектаклю путеше... Не путешествие. Сейчас я вспомню. Это было 12 лет назад. Так, на минуточку. Да, этот спектакль назывался «Смех Лангусты» про жизнь прекрасной актрисы Сары Берна. Она там сидела на сцене и импровизировала на сенсофоне весь первый акт. И одна из тем, которую я импровизировал, называлась «Военной миссией», когда я скучаю по тебе. Сейчас она будет исполнена спустя 12 лет уже в ворджировке с аркой. Спасибо. Петя. Петер Афанасьев. Он здесь? Петя, что ты там делаешь? Мы тебя ждем на сцене уже целое отделение. Петя. Благодаря концерту «Система Фуддауна» наш барабанщик не смог полчаса припарковаться, но все-таки я его увидел. Петя, выходи на сцену, сыграй с нами. С щеточками по-малому можно. Мы тебя так долго ждали. Да, это такая интрига вечера. Вообще мы должны были играть с барабанами сейчас. Поэтому никто не заметил твоего отсутствия, между прочим. Это говорит о нашем профессионализме. Но все-таки мы тебя дождались. Щетки-то не забыл? А, взял, да? Где вход? На сцене вот здесь. Заходи. Вот Петр Афанасьев, это наш друг из солнечного Петербурга. Мы тоже очень часто играем в этом проекте «Арфа и Джаз». Он наш постоянный, так сказать, участник. Петя, я уже не могу тянуть время. Люди хотят музыки. Петр, кто там? Что он делает за пулисами? Выходи, выходи, выходи. Как мне на чем играть? А барабаны? Сейчас мы разберемся, на чем играть. Профессионалу не нужно много инструментов. Ему достаточно одного малого барабана еще. На большом сыграешь? Супер. А как это не звучит? Мы просто ни разу не пробовали. Сейчас попробуем. Нормально, да? А, это будет сюрпризом даже для нас, правда. Мы так не пробовали ни разу. В Джазе это вполне себе нормальный. Явление, когда можно спокойно взять на сцену, позвать, например, Олю попеть с нами. Хотя, в принципе, не планировали. Вот Петя вот пришел на большом барабане играть. Ну, хорошо. От слов к музыке. Итак, Вена и Лиз. Маша Борис. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо.